Каз 21-14, стадия N262, Роман Хритон, по праве остановись. Даже перед патрульной машиной рязанцы могут иногда нарушать правила дорожного движения. По словам автоинспекторов, граждане стараются так не делать. Чаще всего это происходит случайно, если водитель торопится и сам того не желая забывается. В целом дисциплина у горожан существует, но некоторые правила людям приходится все же напоминать, буквально показывая пальцем статьи в первоисточнике. Смотрите, вот правил такой, статья такая. У некоторых людей бывают, конечно, вообще индивидуумы, которые, как говорится, даже правила незаконные. Я вот по-своему делал и буду делать. Другая категория людей – это водители с большим стажем, которые ездят по накатанной дороге по старинке на память, не замечая новые знаки или разметки. Пешеходы тоже иногда действуют не совсем логично. Многие из них не знают, что за переход в неположенном месте им грозит административное правонарушение. Но не всегда именно им может завершиться диалог автоинспектора как с водителем, так и с пешеходом. Сотрудники ДПС вместо штрафа могут вынести предупреждение в случае нарушений. Поэтому даже остановка автомобиля автоинспектором многих водителей совсем не пугает. Это абсолютно не пугает, потому что у нас ушла коррупция полностью. И те вопросы и правонарушения, которые совершают наши граждане, они фиксируются на камеры в городе, естественно, и нам дают определенные благи. А благи в том, что мы можем очень быстро платить штрафы, если вдруг совершили какое-то преступление. Ну, естественно, они очень лояльно относятся к нам, как к простым гражданам, если мы осознаем на месте свои ошибки и приносим извинения. Вообще свободно, без проблем. Никаких переживаний нет. То есть, когда все в порядке, не за что переживать. Водители отмечают, что сотрудники ДПС по максимуму стараются обеспечить безопасность на дороге и очень ответственно относятся к своей работе. Поэтому горожане с уважением относятся к автоинспекторам. В первую очередь обеспечивают безопасность на дороге. Следят за порядком. Особенно на шот переходах. Безопасность на дороге нужно организовывать и самим водителям. Следить за тем, какие появляются нововведения в правилах дорожного движения. Ведь их происходит достаточно много. И чтобы водители могли избежать неприятной ситуации, лучше всего подкреплять свои знания, а также повторять давно существующие правила. Тогда и праздник на дорогах города для госавтоинспекторов будет случаться чаще, чем один раз в году, как это принято в Деньги БДД, который отмечается в нашей стране 3 июля. Ведь даже пожелания самих водителей в преддверии этого праздника говорят о том, что вся ситуация на дорогах зависит только от самих автолюбителей. Поздравляю сотрудников ДПС с праздником и желаю им терпения. И в принципе, чтобы поменьше было случаев нарушения и, соответственно, спокойных водителей, спокойной обстановки.